В администрации района прошло очередное заседание рабочей группы по вопросам водоотведения жилого микрорайона Эковидное. Такие встречи проходят на регулярной основе. Совместно с жителями представители власти обсуждают вариант решения данной проблемы. В настоящий момент идут переговоры о передаче локальных очистных сооружений, жилых комплексов Эковидное, Видный берег и Завидное от общества с ограниченной ответственностью независимой водоканалы Видновскому ПТО городского хозяйства. Параллельно с этим рассматривается вопрос о подключении жилых микрорайонов и других новых застроек в централизованной системе канализования. Было принято решение, вот эти стойки с двух очистных сооружений и новостроек в микрорайоне Купеленка, значит Мортон, увести на проектируемые строящиеся очистные Аматола. Мощность ориентировочная до 10 тысяч кубов в сутки. Там система выстроена самотеком? Выстроена, да, самотечная система. Соответственно, получается, в рамках той зоны, куда идет самотек, оттуда мы ставим КНС и доводим до тех централизованных. Да, мы, грубо говоря, переключаем. То есть технически это возможно, в принципе. Самотечные наивки очистные, переключаем их в КНС и через эту КНС перекачиваем напоркой в сторону очистных проектированных. Вот вся схема. Такой вариант решения данной проблемы – один из самых удачных. В настоящий момент он находится на стадии разработки. Еще один вопрос, который долгое время волнует жителей нового микрорайона, касается качества атмосферного воздуха. Вопрос по поводу мониторинга атмосферного воздуха, он стоит на контроле. И также он прорабатывался застройщиками, именно Телсиком групп. И последнее их буквально сегодня сообщение о том, что рекомендованная организация, государственное учреждение МОСЭКО-Мониторинг, отказала им в предоставлении стационарного поста, который, помните, стоял у нас в прошлом году на 10-й школе, по причине загруженности учреждения. Но мы, отдел экологии, в частности, прорабатывает вопрос с другой службой, тоже компетентной. Мы хотим, чтобы, например, служба Росгидромета порекомендовала нам соответствующие лаборатории, так как именно эта служба аккредитовывает такие лаборатории. На встречу было принято решение, что жители микрорайонов Завидное и Южное Видное также будут принимать участие в таких заседаниях. А следующее совещание рабочая группа намерена провести совместно с представителями Министерства строительного комплекса Московской области.